Очередной подарок от Путина. Россия продолжает слать гум-комвой. 22 сентября в четверг утром Российская Федерация в очередной раз осуществила пропуск на территорию Украины 56-го так называемого гуманитарного конвоя. 69 автомобилей зашли в зону АТО. Этим Россия-группа нарушила нормы международного и национального права. О подробностях этого события, а также о том, каково сегодня живется нашим бойцам, на передовой поговорим с главным редактором издания «Остров» Сергеем Гармашем. Сергей, здравствуйте. Обсуждаем с вами сегодня тему «Что завез гум-комвой на территорию Донбасса» 22 сентября через пункты пропуска Донецк и Матвеев-Курган на въезд в Украину проследовало две колонны гум-комвоя. 69 автомобилей. Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил следующее. В ходе визуального наблюдения было установлено, что большинство автомобилей заполнены якобы продуктами питания и медикаментами. В то же время особенностью 56-го гум-комвоя можно считать несоответствие указанного в ноте МИД РФ характера груза, поскольку помимо заявленных товаров въехали грузовики с книгами, мебелью и сантехникой, а также количество транспортных средств. Заявлено было 60, заехало 69. Я так понимаю, что таможенная и пограничная служба Украины их не допускают к осмотру гум-комвоя. Международные наблюдатели что-то могли сделать в этой ситуации или нет? Учитывая, что это уже 56-й, по-моему, да, вы сказали, конвой. Да, видимо, не могли. Да, очевидно, что международные наблюдатели ничего не могут. И даже вот подход России, когда заявляется одна цифра, возится другая, показывает, что, в принципе, Россия какие-то формальности чисто осуществляет. На самом деле ей глубоко до одного места реальная ситуация, скажем так, или реакция нашего государства на эти гум-комвои. Ну и не только, наверное, нашего государства, но и народных государств в первую очередь. Это же наша все-таки граница, которая якобы, скажем так... Хорошо. Украина могла что-то сделать в этой ситуации или нет? Остановить гум-комвой, не пропустить его дальше? Нет, к сожалению, мы ничего не могли сделать, поскольку наши пограничники там просто находятся. Никаких реальных действий по отношению к этому гум-комвою или вообще к этому участку границы, они не имеют возможности осуществлять. Все-таки можно говорить о том, что границу, вот этот участок контролируют российские пограничники и боевики так называемых ЛНР, ДНР. Поэтому наши пограничники выполняют роль статистов, честно говоря, даже не понимаю для чего. Просто для того, чтобы фиксировать переезд. Возможно, это юридически будет когда-то играть какую-то роль, если мы, допустим, будем судиться с Россией, да, вот за то же несоответствие количество указанных машин и количество въехавших в реальности. Но, как бы, влиять на ситуацию сейчас абсолютно не могут. То есть, вот они, когда пропускали этот гум-комвой, в принципе, никто не мог повлиять на эту ситуацию. Было заявлено 60, 9 машин остановить никто не мог? Нет, только российские пограничники. Только российские пограничники. Что, в принципе, они должны были сделать, но не сделали. Почему? Вот российские, российская сторона уверяет, что весь груз якобы будет распределен среди населения Донбасса. И при загрузке присутствуют представители органов местного самоуправления, которые в дальнейшем распределят гуманитарную помощь по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей. Вот так вот написано в МЧС Российской Федерации. Как показывает практика, вот по таинственным причинам так называемые гум-комвои приводят к усилению после того, как они заезжают на территорию АТО, на территорию Украины, к усилению обстрелов, естественно, со стороны боевиков, со стороны Российской Федерации. Вот 60 машин. Примерно, ну, мы понимаем, что там не только гуманитарная помощь, что там может быть оружие. Какое оружие может быть завезено? Сколько его может быть завезено? Я понимаю ваш вопрос. И, честно говоря, я считаю, что это сейчас уже такой пропагандистский стереотип, когда говорят о том, что вот в гум-комвоях завозят оружие. Потому что я еще, ну, где-то год назад, то есть сам в разгар, скажем так, реально гум-комвоев, сейчас стоят один в месяц в лучшем случае. Когда-то они шли каждую неделю. Я общался с нашими пограничниками, они опровергли вот эту информацию, что завозится якобы оружие. И, в принципе, России не нужно завозить оружие через гум-комвой, потому что 400 километров границы открыты, она может делать это и без гум-комвоев. Даже по железной дороге уже Дебальцево как бы есть после захвата Дебальцево. Поэтому, скорее всего, там действительно какие-то гуманитарные грузы. Я знаю, что есть большая потребность в учебниках, их печатают, естественно, в России по российской программе везут. Это хуже оружия. Это прекрасная пропаганда российская. Да, это хуже оружие. То есть завозятся медикаменты, которых нет. И вообще я бы сейчас говорил о том, что вот эти гум-комвои, они скорее носят действительно больше пропагандистский эффект. Потому что вот даже год назад, когда я разговаривал с пограничниками, они говорили, что часто открывают машину, и там лежит мешок чая, допустим, на целую фуру. То есть фуры шли полупустыми на самом деле. То же самое возможно сейчас. Зачем тогда полупустые фуры отправлять в войну? Для того, чтобы показать помощь России и народу Донбасса, как они называют. Мне очень понравилось в одном из интервью руководитель спецподразделения ДНР, уже не помню его фамилию, он сказал, его спрашивают, что вам дает Россия. Он говорит, главное, что нам дает Россия, это вера в Россию. Вот в данном случае вот эти гум-комвои, они дают действительно веру в Россию. На самом деле, как бы, и оружие они могут везти так, и несоответствие. Ну, даже те же медикаменты и все прочее, чем Россия действительно хотела бы помочь, можно везти без помпы, скажем, без вот этой пропагандистской шумихи и помогать действительно людям. Но, извините, мне одно замечание, мне очень понравилось, и действительно это всегда у них в пресс-релизах МЧС российского, они всегда пишут в Донецкой и Луганской областей, не ДНР, ЛНР, а Донецкой и Луганской областей, соответственно, Украины. Ну, вот сами себя и подставляют. Вот мы заговорили о пропаганде. Российская пропаганда работает, безусловно, очень хорошо. Украинская сторона, Украина, как-то может с этим бороться? Ну, как по мне, мы ничего не делаем. Ну, по мне тоже, хотя вот я недавно брал интервью Татьяны Поповой, бывший заместитель министра информационной политики, и задал ей вопрос, почему мы не глушим сигнал. То есть они наш сигнал глушат телевизионный, радийный, а мы их не глушим. Она мне сказала, что этим должно заниматься СБУ. Почему этим СБУ не занимается уже два года, мне непонятно, и я не могу задать такой вопрос. Но думаю, что есть технические возможности и средства и желания. Когда-то, еще в 2014 году, ну, общественность, я в том числе, ставили вопрос о том, что была уничтожена Донецкая телевышка. И тогда были, знаете, во-первых, она тогда еще работала, скажем так, при финансировании украинской стороны, как ни странно, уже захваченная. Но тогда была интересная версия от Маска, которую официально не озвучивали, но неофициально, даже в администрации президента не озвучили, что там якобы находятся в подвале этой телевышки заложники, и среди них даже какой-то священник. Ну, и мне было, скажем так, неэтично поднимать этот вопрос, потому что вдруг действительно заложники там, хотя, ну, можно разбомбить, я считаю, при нынешних, скажем так, технических возможностях. Ну, два года вряд ли там заложников содержат, да. И сколько людей отравлено этой пропагандой, и сколько благодаря этому убито наших солдат. То есть здесь нужно соизмерять, конечно, и что-то делать с этим. Я тоже считаю, что Украина, к сожалению, очень мало делает для, ну, в плане контрпропаганды. И все это очень кустарно. То есть я что-то делаю, вы, может быть, что-то делаете. А государственной политике противодействия этому абсолютно я не вижу никаких даже признаков. Давайте сейчас мы прервемся, и через несколько секунд поговорим о встрече в нормандском формате. Так вот, недавно министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франция Жан-Марк Кроу привезли в Киев новость о том, что, точнее, обещание Москвы прекратить огонь на Донбассе. Но уже в конце прошлой недели на Мариупольском направлении штаб АТО зафиксировал огромное количество нарушений. Давайте мы посмотрим сюжет о том, как это все происходило. Первые осенние дожди превратили фронтовые дороги в сплошное месиво. Добраться на передовую в районе Старой Игнатовки можно только на БМП. Гусянка – это хорошая штука вообще. Не сравняйся с колесом. Владимир, водитель-механик боевой машины пехоты, рассказывает, броня его никогда не подводила. И полушутя добавляет – машины и бойцов бережет ротный талисман. Наши дебальцевы, как выходили, один нарисовал, нашел в интернете рисуночек. И так пошло и поехало. Рота вставила такие клеммы. Береже. Пока мы все, дай Боже, все хорошо. Но лучше талисманов берегут бойцовых навыки, говорит командир подразделения, 22-летний Михаил, выпускник Львовской академии сухопутных войск. Ночью, благодаря бдительности постовых, подразделению удалось заметить и обезвредить вражескую диверсионно-разведывательную группу. Диверсантов украинские военные заметили с помощью тепловизора. Поднялись, получается, за бугра. Подошли ближе сюда. Было доброе, четко видно их. Далевицы, чем все. Проход вражеских групп на этом участке фронта – не редкость, говорят военные. Диверсанты прощупывают слабые места и пытаются зайти в тыл украинской обороны. А на территорию, которую временно контролируют, укрепляют позиции и наращивают вооружение. С первым осенним похолоданием бойцы на передовой стараются утеплить свои блиндажи и запастись чаем. Говорят, неписанные правила всегда держать чайник на огне выполняют неукоснительно. Тут у нас такие всякие чаи, пивяные. Десь кто-то прикурил, чайку. Такие чаи. Не всегда бывает тихо, как сейчас, но в основном пытаемся какие-то уют создать, как дома. В принципе, у меня дома такая же беседка, так что почти можно сказать, что я дома. Большинство бойцов этого подразделения на передовой около года. Признаются, соскучились по дому и своим мирным профессиям. Купили на позицию шруповерта. Взял в руку, засмеялся, неприятно. Это мое. Судя по количеству обстрелов, ситуация на мариупольском направлении остается самой напряженной в АТО, констатируют в штабе. И добавляют, противник использует перемирие для перегруппировки своих сил и ротации личного состава. А потому, несмотря на объявленный режим тишины, украинские подразделения несут службу в режиме полной боевой готовности. Татьяна Игначенко, Евгений Гончаренко, Донбасс Реали, Радио Свобода. Сергей, вот я сегодня с вами еще немного позднее хотела бы обсудить тему того, что мы видим на официальной картинке, о том, как ведут службу наши военнослужащие и какая картинка в реале. Но сейчас давайте вернемся все-таки к нормандскому формату. Говорили о режиме тишины, видим, что обстрелы продолжаются. Получается, что очередная встреча нормандской четверки, она выявила свою несостоятельность. Как вы считаете? Ну, встречи нормандской четверки не было, насколько я знаю. Это министр иностранных дел. В принципе, я вообще считаю, что нормандский формат выявил свою несостоятельность и минский процесс тоже, поскольку за два года их существования нет никаких конкретных шагов к разрешению этой проблемы. То есть нужно искать какую-то другую платформу? На мой взгляд, если эта платформа неэффективна, то нужно искать. И, скорее всего, вопрос о смене платформы не стоит, поскольку очень зыбкие позиции канцлеров РГ нынешние, и выборы в Германии на носу, в том числе и французского президента тоже. Если эти люди сменятся у власти, то, скорее всего, либо они выигрывают выборы снова, то, скорее всего, нужно будет ставить все-таки вопрос о другом формате, более серьезно, потому что этот, ну, он неэффективен. И он неэффективен не то, что в решении проблем, он даже в установлении действительно какого-то реального режима тишины. Опять же, вот мы на прошлой неделе договорились, но не мы, а наша контактная группа в Минске, договорились о том, что будут разведены стороны там на безопасное расстояние, то, чтобы не было обстрелов даже вот из стрелкового оружия, не только артиллерии. Но, ну, вот я, допустим, как гражданин Украины, у меня сразу возникает вопрос. Наша ведь задача не оставить их в покое, да, не просто прекратить обстрелы, а все-таки вернуть свою территорию. Если мы не можем военным путем это делать, то нужны какие-то компенсаторные меры, иначе как-то это делать нужно все-таки. А так мы просто позволяем им, скажем так, строить свою государственность, налаживать экономику, если не стреляют, вот перегруппировать войска там, как показано действительно в этом сюжете у вашего было. И, собственно, мы не решаем никакой проблемы. То есть получается, что все люди, которые там гибли и гибнут сейчас, и эти жертвы напрасны. На мой взгляд, ну, как-то нужно все-таки искать такой формат, который будет решать эту проблему. Ну и вот в этом формате нам постоянно напоминают о том, что нужно проводить выборы в Донбассе, и говорят про особый статус. Президент Украины говорит, что выборы мы можем провести, но только после того, как российские войска полностью, и боевики покинут территорию Украины, Донецк и Луганск. Вот согласны ли вы с позицией Петра Порошенко? Я в данном случае абсолютно согласен с позицией Порошенко, поскольку считаю, что выборы на оккупированной территории нереально провести. Только оккупант их может провести, но не мы. Хотя вот я все-таки оговорюсь, вы сказали, что территория Украины, это в Минских соглашениях так написано, но Крым тоже территория Украины, и как бы не нужно об этом забывать. То есть получается, что нельзя провести, пока не выведут войска из Крыма. Я считаю, что если говорить о Донбассе, то действительно нужно, конечно, в первую очередь главное условие – это закрытие границы, и когда конфликт перестает быть межгосударственным, становится внутренним конфликтом, если граница закрыта, тогда уже мы вынуждены проводить там выборы и возвращать этот регион к нормальной жизни. Опять же, вот вы говорите, что президент настаивает на этом, а я в пятницу, по-моему, вышла видео Байдена, Джо Байдена, вице-президента США, который в Нью-Йорке после встречи с Порошенко сказал о том, что руководство Украины согласно на спецстатус Донбасса так называемый. Соответственно, здесь трудно понять, где наш президент дипломат, а где он искренен. Но у меня вызывают очень большие опасения, действительно, если наша власть поддастся на давление Запада, в первую очередь Европы, которая уже склонна к тому, чтобы, по словам Байдена, отменить санкции России и принудить Украину, скажем так, вот к этому варианту минских соглашений. Во-первых, нереально, во-вторых, он просто развалит нашу страну. Но там еще есть очень скандальные положения касательно амнистии боевиков. Пойдет ли на такое Украина? Ну, смотря, понимаете, если мы будем даже закон о выборах, закон о амнистии, если это будем принимать мы на наших условиях, то это будет выгодный нам, скажем так. Возможно, компромиссный, но выгодный нам вариант. Поэтому я бы не боялся амнистии, важно, какой она будет. И здесь важно, действительно, чтобы эти законы принимались и писались в Киеве, а не в Москве. Вот то, что сейчас предлагают эти экс-минские соглашения, он абсолютно видно, что он писался в Москве, скажем так, и он абсолютно, если он будет реализован, хотя я уверен, что он не будет реализован, потому что его невозможно реализовать, он нелогически написан. Это вот чисто для затягивания времени было сделано. Я не понимаю, Запад этого не понимает. Или у Запада расчет такой, чтобы тянуть время там и смотреть, кто у кого съест Россия, Украину или Украина Россию. Эксперты говорят о том, что и Украина может тянуть время, потому что это на международном уровне еще один момент поговорить про Украину. Украина и тянет время, потому что если она выполнит Минские соглашения, то это будет конец Украине, конец Порошенко. Поэтому, естественно, мы вынуждены тянуть время, нам ничего другого не остается. Но я прекрасно понимаю, и, собственно, наш президент этого не скрывает. И вот последний визит его в Америке, он тоже на встрече с украинской диаспорой, говорил о том, что главная задача, скажем, Минска, это санкции. Он видит свою перечерую санкции против России. Таким образом, я делал вывод, что все-таки главный расчет нашей власти на то, что санкции ослабят Россию, и Россия сама оттуда уйдет. Ну, как бы стратегически это правильно. Тактически мы теряем целое поколение людей, мы теряем кучу жизней, скажем так. Мы теряем, главное, моральный дух и мобилизацию общества нашего. И если завтра будет какое-то наступление, то я не знаю, на кого будет опираться наш президент. Вот давайте сейчас мы вернемся к теме, которую уже затронули, о том, что мы видим на картинке официальной, и о том, что действительно происходит в зоне АТО. Но давайте через несколько секунд это сделаем. Армейские вантажки КИКРАЗ, которые находятся на озброенні украинского войска. По чолю колону подполковник Микола Возниев. Сбойные силы! Непобедима наша армия! Вот так работает. Вот это наша техника. Вот так мы заводимся. Это по поводу парада, который был доблестно проведенный нашим президентом и всеми-всеми нашими доблестными депутатами. Посмотрите, как двигается наша техника. Что на самом деле у нас на передке? Смотрите, вот это наша сила толкачей. Это та техника. Одноглазые у нас здесь вынимаются. Все, нормально. Вот так вот. Это не та техника, что ездила на параде. Слава Украине! Предложили быть водителем. Не отказался. Сел за Урала. Хотя у меня права водителя. Мне сказали, у меня на легковую. Сказали, да ничего страшного, все нормально, давай. Просто отказали тормоза. И выбор был. Взяла въехать, в людей въехать. И я выбрал яму. Упал я в яму. В яму. В чем тебя обвинили? Меня обвинили сейчас в том, что майор мой, Рудик, вот это, старший водитель, обвинили в том, что я поломал машину. И мне сейчас надо платить деньги. Вот. За машину. Пока, если я не заплачу деньги, я никуда не уйду, не переведусь, ни в отпуск, ничего. С меня требуют сейчас деньги. Я должен сейчас заплатить 3 тысячи, потом 2 и полностью сделать у Урала машину. За то, что когда я влетел в яму, я такой испортил бампер. Вообще, водитель, механик МТЛБ, я приезжаю на передовую, привозят нас ночью, смотрят военный билет моего документа, то, что я во Львове проходил целый месяц, зубрил и ездил, и сдал все на 5. Я прихожу, он мне дает ДШК утром. Говорят, вот ты ДШКист. И делай, что хочешь. И мы едем сразу с Вайцом. Я ездил на любой гусеничной технике, а мне дают ДШК. И возникает вопрос, а какая гарантия того, что все наши оптимистичные планы не остаются на папере и не повиснут в воздухе? Ответ очевиден. Главный наш гарант это язбройные силы Украины. Вот, Сергей, почему так получается? Мы видим одну красивую официальную картинку, а на самом деле у нас полнейшая разруха. Что не хватает? Не хватает вот этого коммуникационного мостика между правительством, между Киевом и Донбассом, АТО. Не хватает финансирования. В чем основная причина? На мой взгляд, не хватает просто механизма ответственности. В первую очередь военных. Потому что мы знаем котлы, за которые никто не понес ответственности. И масса случаев. И сейчас, когда я общаюсь, действительно очень много, сейчас в последнее время так получается, общаюсь с нашими военными, которые на передовой, мне рассказывают, что просто нашу армию пытаются вот те генералы еще, которые советские, знаете, которые 20 лет, 25 не воевали, не сидели как бы, и сейчас вдруг получили финансовые потоки, власть, ощутили себя важными людьми. Вот они пытаются строить нашу армию по образцу советского, извините, дебилизма, да. Осталось только еще траву красить, начать, как было там, в какое-то когда-то. Поэтому вот понимание того, что все-таки идет война, и что нам войну нужно выиграть, а не заработать на ней, не у нашей власти, не у наших военных, ну, я имею в виду руководящего состава, я не вижу, честно говоря. И это очень хорошо ощущают солдаты, и ощущают те, кто мог бы быть солдатами, но они не идут в армию, потому что они знают, что там происходит. И сейчас сложилась очень серьезная ситуация, мне опять же, вот звонят, рассказывают, что вот сегодня президент подписал постановление о демобилизации шестой волны. Кто пойдет в седьмую волну, будет ли она, даже если будет, кто в нее пойдет. И возникла проблема, что в Адре, ну, сейчас очень большой некомплект в армии, да. Но как решают, опять же, как замыливают нам глаза? Просто сокращают штаты, и получается, что есть какая-то комплектность. Но на самом деле людей не хватает, действительно. Это, опять же, либо мы чего-то не знаем, и у нашей власти есть какие-то договоренности с той стороны, что реальной войны не будет, либо, ну, знаете, мне это напоминает очень вот предвоенную ситуацию с 41-го года, когда с 37-го по 41-й, как бы вот всех реальных офицеров, руководители, ну, грамотные, да, репрессировали, убирали, потом грянула война, и наши войска оказались полностью дезориентированными, скажем, небоеспособными, в принципе, они отходили и сдавали. То есть у нас сейчас это, может, специально будет сделано? Ну, я допускаю, и такой вариант, почему нет? Учитывая, что все руководство, скажем, армии практически осталось с тех времен, мы постоянно слышим от президента, от руководства наших пресс-служб, вернее, спецслужб, насколько велико, да, агентурное влияние России, как много у нас агентов в России, вот за 20 лет было внедрено, в том числе и военное ведомство, и мы видим результат их работы, потому что армия действительно была к нулю сведена, то вполне можно считать, что, да, ведутся какие-то действия, преднамеренно ослабляющие армию, и преднамеренно дискредитирующие добровольческое движение, потому что пока армия создавалась героически усилиями нашего президента, все-таки основной удар сдерживали добровольческие батальоны, а сейчас их смешивают с грязью, сейчас уже 10 тысяч из них сидят, уголовное дело открытое, ну, сидят, я не знаю, по-моему, 1400 уголовных дел, по 10 тысячам более, то есть это очень серьезная атака, вчера, извините, меня сразу в глаза бросилось, когда в Днепропетровске произошел этот инцидент с расстрелом, и тут же Матиас, главный прокурор военный, через 15 минут после того, как показали первые все-таки в телевидении, дает в Фейсбуке, значит, кто преступник, и пишет, что он торнадоец, то есть сразу приклеивается ярлык к этому, хотя мы еще не знаем, на самом деле, действительно, кто служил в торнаде, да, и на тот момент мы еще не знали, действительно ли это тот человек, о котором есть, но уже сразу приклеивают ярлык к торнадо, хотя я анализировал обвинительное заключение под торнадо, и то, что говорили об этом батальоне тот же Матиас и Татьяна Черноволова, другие, скажем так, нет в обвинительных заключениях ни обвинений по изнасилованиям, ни по детской, то есть им создали такой ужасный имидж, а на самом деле этих обвинений даже нет, поэтому и суд закрыт, потому что там нет того, чем пугают нашу общественность, вот этот имидж создается. Мне кажется, да, это еще отдельная тема для разговора, давайте на сегодня мы закончим, потому что наше время подошло к концу. Спасибо, что сегодня были у нас в студии, я напомню, что в гостях у нас был главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш, это была программа «Что происходит» в эфире Черноморской телерадиокомпании. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова